слышно хорошо всем спасибо леночка я повторюсь еще знаете по какому поводу мы с вами уже говорили что у нас с вами есть эфиры нас с вами есть закрытом клубе эфира который проходят только в закрытом клубе который никуда не дублируется у нас с вами есть эфиры просветление которые тоже они не идут на youtube они будут буду выкладывать их только в просветление у нас есть эфиры которые лаврова светлана это по психологии как быть с детьми как выстраивать межличностные отношения они у нас тоже будут только не дублируются и у нас будут эфиры и есть они в школе автономии это то что касаемо питания наверное так больше назовем это то что можем назвать лечебным голоданием жизнь без еды и у нас есть общие эфиры это на ю тубе и который у нас эфиры проходят в телеграм-канале если в каком-то канале проходят другие каналы он не дублируется разные тематики и они остаются здесь мы их в youtube тоже не выкладываем потому что youtube не любит многие многие откровения которые я там могу где-то сказать чтобы нам потом не пересматривать не не убирать что-то не скрывать там какие-то моменты чтобы этого не было нам проще вот так вот поэтому если вы хотите чтобы кто-то увидел эти эфиры может быть кому-то знаете бывает такое часто что ты хочешь о чем-то сказать но твои близкие они тебя не воспринимают как какого-то авторитета да и вы можете говорить им много-много раз много лет какие-то определенные вещи и они вас вообще не будут слышать но услышать такие же фразы от какого-то стороннего человека говорит смотри что я услышал смотри что я узнал такой да блин я тебе уже столько лет об этом говорю да не знаю не слышал не слышала и если вы хотите о чем-то там донести какую-то свою позицию еще что-то и вам как-то резонирует там например там мои мои высказывания какие-то то вы можете спокойно ими поделиться это это приветствуется почему нет если кто-то еще будет поддерживать вашу позицию с вами будет еще ближе на какой-то одной волне то это тоже будет здорово сегодня мы как раз с вами хотели поговорить я хотела бы поговорить знаете о чем мы с вами остановились в ю тубе в том что про клетки начали говорить да и как раз вот эта вот тема у нас с вами пошла что первыми беременеют мужчины я сейчас повторяться не буду вы можете посмотреть на ю тубе это по моему когда в четверг в четверг у нас был эфир но у нас был сначала во вторник эфир потом как бы продолжение было в четверг это я вас так заманиваю чтобы еще так те эфиры посмотрели вот и сегодня мы продолжим как раз вот эти вот моменты когда мы говорили что беременность в первую очередь наступают у мужчин как бы это удивительно не было и это происходит в нервном узле солнечного сплетения и когда мужчина как раз когда мужчина готов передать свое вот свои знания это может быть неосознанно то есть это не обязательно чтобы человек что-то осознанно делал очень многие вещи делаем вообще не понимаешь с нами происходит это то же самое что мы какие-то вещи делаем 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 на на постоянке да а потом нам кто-то говорит а вот это называется вот так вот такая практика вот это вот такое то учение это вот кто-то происходит скелет с клетками о нифига себе я это делал уже много лет и это о чем говорит это говорит о том что у нас вшито вот это вот родовая память и как раз по родовой памяти иногда буду смотреть пишите вы какие-нибудь пишите вы или нет какие-то вопросы но если кто-то просто хочет постебаться если у вас так много лишнего времени то это тоже имеет место быть и знаете очень часто встречаются такие люди которые мне например пишет светлана как как сделать так чтобы быть бессмертным а что нужно сделать чтобы быть бессмертным а сами не знают чем занять свое время сами не знают что им делать в эти выходные да например вот с понедельника у меня там начинается вот это 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 я знаю чем себя занять а выходные все не работает никуда не сходи ты 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 пример это я образно говорю да но зато мы интересуемся темой бессмертия когда люди пишут всякую ерунду в чатах или там какие какие-то комментарии в ю тубе неважно даже не обязательно мне просто какие-то и меня все время думал это насколько тебе неинтересна жизнь насколько ты растрачиваешь свое время чтобы написать какие-то абсолютно бестолковые не приносящие ни к не никакого расширения тебе самому вещи как бы зачем ты здесь зачем ты тратишь так но это тоже выбор это тоже выбор и возможно это выбор не в пользу себя в пользу меня чтобы например в небо какие бы руки какие бы не писали комментарии я их не делю на плохие хорошие любой комментарии это продвижение просто если уж вы пишете там что там старая страшная толстая глупая тупая еще что-то пишите не одним словом должно быть больше семи слов чтобы этот коммент заметил алгоритм ю туба и начал продвигать поэтому сразу же пишите много и после того как готов передать свои родовые знания даже не осознавая тоже он он же смотрите каждый человек это это всего лишь на данный момент глава рода на фига себе какой взрыв слышно вам было вот это глава рода каждый человек это глава рода и это глава рода он как передает передает дальнейшие дальнейшую силу рода я бы так наверно зала знание рода она в каждом есть распаковывать его это или не распаковывать и мы сейчас об этом поговорим готов и давать дальнейшее то у тебя все время подбирается женщина которая готова выносить выносить новый род дать этому роду следующее дальнейшее дальнейшее существование дальнейшее продолжение дальнейшее дальнейшую связь с этой планеты и как раз когда мы идем это же все равно как ни крути это обоюдное согласие то есть женщина готова принять этот дар а мужчина готов отдать этот дар и мы сейчас говорим наверное не о тех моментах которые сейчас то есть то что сейчас происходит это не совсем не совсем физиологично когда у женщины несколько партнеров когда у мужчины несколько партнеров когда по нескольку браков идет когда создаются новые новые души новые тела передаются в этот свет по пьяни под наркотиками еще что то но эти моменты давайте не будем рассматривать потому что это все таки не совсем природный аспект мы просто рассмотрим как саму суть того что того что есть то что есть то что есть то что дано нашими телами нашими душами возьмем как изначальную единицу и когда мать в матери зарождается ты мой золотой тихо 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 на ребятки надеюсь что меня слышно сейчас дает звук у меня почему-то не включился и когда начинается оплодотворение клетки то что происходит то у каждого человека не идет такое что тело и народный предмет и инородный предмет он всегда готов вытолкнуть из своего тела то же самое что и и у матери матери тоже то что у нее начинает развиваться в ее теле это тоже готова вытолкнуть как инородный предмет из тела и у ребенка как раз формируется одна из первых это иммунная система чтобы закрепиться с единым потоком матери то есть мать полностью создает получается из своих из своих ресурсов давайте так назовем плод и когда как раз создается вот этот когда плод создается создается на фоне печени как раз печень закрепляет новые клетки нового организма нового живого организма и когда приходит душа в тело ребенка то душа удерживается химической связью кипофиза и щитовидной железы